Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перелет северной утки, самый разгар охоты нарябчика Как раз такое вот уже начинается межсезонье Когда частенько идут дожди и достаточно холодно Особенно по утрам и в вечернее время Как раз уже пришло время для этого костюма и обзора по нему Но вот перед началом непосредственно обзора костюма Я бы хотел вам рассказать предысторию всего этого Как лично я пришел к этому костюму, что с этим было связано Прежде всего, друзья, при выборе такого костюма Я ставил вопрос охоты в весенний-осенний период И, так скажем, ходовой охоты при отрицательных температурах Ну, допустим, тропление зайца Что называется такая прямо ходовая охота Температура где-то до минус 5, максимум минус 10 градусов В свойство такого костюма должно входить очень хорошее удержание тепла в вашего тела Значит, он должен хорошо отводить тепло-пар Вот этот вот пароотведение, то есть ваш пот Потому что мы с вами ходим, двигаемся И он должен защищать от внешних воздействий То есть от ветров и от дождя В том числе и проливного дождя Это охота весной на вальшнопа Или там осеннее на утку с чучелами Что часто сопровождается дождиком И также этот костюм должен иметь хорошую такую вот маскировку Да, защиту, которая подходит как раз вот под эти сезоны Когда преобладают полутона в нашей средней полосе Да, и плюс ко всему этот костюм не должен стоить каких-то там заоблачных денег То есть там десятки тысяч, а то и сотни тысяч рублей Но мы с вами не олигархи, чтобы покупать такую экипировку Есть фанаты, конечно Но, честно говоря, у меня ни финансов, да и вообще смысла нету Поэтому как бы все должно быть вот уравновешено в этом плане То есть должен быть такой баланс качества и цены То есть задачи на самом деле к такому костюму они довольно объемные И вот поверьте, вот то, что представлено на рынке Все эти там а-ля мембраны и так далее Нет, есть, конечно, достойные модели Но и денег они стоят прилично В основном это как бы вот я столкнулся с тем, что это такой пиар-ход Как бы, да, продавцов разрекламировать И дальше как бы вот человек покупает А своим задачам костюм, к сожалению, не отвечает И вот связано это у меня было с тем, что Где-то три с половиной года назад Кстати, да, этот костюм я и приобрел тогда примерно в то время Так вот, тогда я довольно, так скажем, попал в такую историю На весной, на Вальчнопе Я постоял под пролевым дождем где-то более часа Я весь вымок И, ну, как следствие, простудился И довольно серьезно слег тогда с температурой Вот после этого, как бы, я сказал, все, хватит Поставил жирную точку на всех этих, там, горках, там, флисах, свитерах, там и так далее И начал подбирать костюм под свои задачи Таким образом, друзья, я пришел вот к данному костюму с материалом Soft Shell Расцветка Atax FG, так называемая По расцветке мы с вами еще подробнее, детальнее обязательно пообщаемся Но вот, что касается Soft Shell Или как его еще в простонародье называют Акулья кожа Вот перед обзором я немножечко все-таки теории Давайте я вам расскажу, что это такое за материал интересный Вот, какие задачи он выполняет Soft Shell в переводе с английского обозначает Soft мягкая оболочка То есть Soft мягкая, Shell оболочка Что очень хорошо подходит Это название для данного костюма Для данного материала То есть это такой прочный, водонепроницаемый, легкий, дышащий материал Который содержит миллиарды микроскопических пор Меньше, чем капли дождя Но они в сто раз больше, чем молекулы поров воды И имеет тройную комбинацию слоев Которые впитывают влагу, останавливают воду От прохождения внутрь И сохраняют при этом тепло вашего тела Вот здесь, на этой картинке Вы как раз видите все эти три слоя материала Soft Shell То есть нижний слой Это такой супертонкий флисик Который поглощает влагу и сохраняет тепло вашего тела Второй, это средний слой Он передает испарение внешнему слою То есть дышит И он водонепроницаемый и непродуваемый Ну а внешний самый слой Он выводит влагу и одновременно защищает от дождя или ветра То есть, грубо говоря, друзья, данный костюм, данный материал Если вы, допустим, вспотели или намокли В процессе интенсивной ходьбы или под дождем То этот костюм высыхает прямо в процессе носки Этот материал И при этом не дает выходить теплу вашего тела Ну и наконец, когда мы с вами уже понимаем, да, такую матчасть теоретическую Пришло время приступить непосредственно к обзору данного костюма Поехали! Ну вот и давайте прямо конкретно про этот костюм Я вам зачитаю его характеристики Рекомендовано к ношению от плюс 10 до минус 10 градусов Слои ткани Как вот я уже раньше вам и говорил на примере этой картинки Три слоя Внешний слой 100% полиэстер Вот здесь, кстати, я бы хотел такую ремарочку сделать Сам софтшелл этот материал Он нескольких видов бывает Бывает, что производители смешивают разные материалы, полиамиды и так далее Все зависит от задач, для чего вы берете такой костюм То есть, либо там для активной ходьбы туризма Либо вот как я для охоты Когда много-много ходишь, а потом долго-долго сидишь Вот здесь я как бы почитал матчасть И пришел к тому, что вот 100% полиэстер Как раз отвечает именно моим задачам Далее, средний слой дышащая пленочная мембрана Как раз которая не позволяет Не пропускает внешние дождь и так далее Внешнее воздействие И не позволяет выходить теплу Но она еще и дышит То есть, она пароотведение осуществляет И внутренний слой это супер тонкий флиз Который позволяет удерживать ваше тепло Вкупе там с термобельем Достаточно даже в принципе термобелья Вот сейчас градусов 8 на улице Но я свитер пододел, потому что куртку буду снимать для обзора А так можно и без свитера Тепло Значит, далее Вот это важно Паропроницаемость 5000 грамм на метр квадратный 24 часа И водонепроницаемость 8000 миллиметров водного столба 24 часа Честно говоря, вот Я вот в это не углублялся, в эти параметры Мне сказали, что 8000 это вообще за глаза На практике, вот за 3 года использования костюма Скажу так 2 часа под непрерывным дождем Стоя То есть, вот стоишь, да Или где-то сидишь на утке Держит Ты сухой внутри Он как бы сверху такой начинает намокать Немножечко даже тяжелеть где-то Но внутри ты сухой Вот то, что мне и нужно было Вот это вот параметр 8000 миллиметров водного столба Который нужно учитывать при выборе вот костюма Под такие наши задачи И традиционно, друзья, начинаем с курточки Будем идти с вами снизу вверх Значит, вот сразу внизу Это как бы вот такой вот шнур Который, которым с помощью которого То есть, он вот здесь вот слева и справа Которым можно отрегулировать То есть, не отрегулировать, а затянуть нижнюю часть костюма Чтобы там снизу вам ничего не продувало И, кстати, вот обратите внимание, да Вот сзади немножечко идет Как бы удлинение его Чтобы он у нас с вами прикрывал попу Вот это я считаю, кстати, очень полезная штука То есть, молодцы вот сделали Китайцы, а молодцы Да, я потом еще, я вам забыл Вначале еще в теории Потом мы с вами вернемся Я расскажу о производителе Далее, вот эти вот карманы Ну, они такие вот, да, широкие, так скажем По длине Но они, ребят, довольно неглубокие внутри Значит, здесь внутри такая вот тоже Вот эта тонкая флисочка Рукам здесь тепло Руки сюда класть удобно вот так ходить Здесь вот в этом кармане Вот такая вот черненькая резиночка Но ее функционал, я не знаю Возможно, для наушников Я, честно говоря, так и не нашел ей применение Также здесь вот такой вот Для карабинчика, видимо Ремешок на резинке За который можно зацепить там ключи Ну, чтобы не выпало, не потерялись Например, ключи Потому что я говорю, что они Недаром сказал, что они неглубокие Так как вот в приседе, да В приседе, если вы забыли их застегнуть Оттуда есть вероятность, что что-то выпадет У меня тут вот какая-то мелочь Лежит В общем, в принципе, молочевку здесь можно носить Там зажигалку, спички Что-то такого плана Ни в коем случае не телефон там мобильный Не нужно рисковать Я стараюсь ничего сюда не класть Чтобы не тянуло, не стесняло движений Значит, молния Ну, застегивается Как бы снизу вверх традиционно А вот в этой части Ее можно расстегнуть снизу Вот так вот Что позволяет вам Как бы обеспечить вентиляцию Естественно Кондиционер Естественный Ну, потому что все-таки ходишь Когда много ходишь Ты все равно потеешь Так или иначе Кто-то больше потеет Кто-то меньше Так вот это как раз и Ну, создано для того Что пока идешь Как-то, чтобы проветривалось Про проветривание Мы сейчас еще с вами Тут еще не все Тут все продумано Насчет проветривания То есть вот так вот Значит, сзади Вот еще что, ребят Я вот все раньше думал Там вам видно, я надеюсь Вот здесь вот Есть такие слева И справа карманы Вот они Значит, я вот все соображал А для чего они нужны А потом как-то вдруг Неожиданно так Я вот сюда что-то не положил А вот сюда раз и положил Балаклаву Ну, там или шапку То есть вот сюда вот И все С этих пор я как бы туда Теперь и только и кладу Вот раз там Шапку снял Туда вот ее убрал И застегнул Потому что вот здесь Это будет как-то оттопыриваться А сзади очень удобно Ты ее всегда как бы можешь Оттуда достать Либо отсюда Кому как удобно С правой руки Или с левой Он идет по всей Там длине Туда можно положить Я не знаю Ну, вот Шапку Балаклаву Носки В принципе Как вариант Такая маленькая фишечка Данного костюма Вот Видите здесь Такая вот На липучке Вот такие вот следы Это резиновая Такая штучка Вот Ну, охотник Охота Я прямо не стал Она тут отстегивается Да, липучка Но как была Так и есть При покупке Ну, вот такая фишка Мне кажется Это Как бы здорово Да, то есть Костюм охотничий Сразу видно Рукава Липучки Вот как видите Вот такие вот Тоже регулируются По вашему запястью Здесь и здесь А в нижней части Резиночка Такая вот Как сказать Веяние горок Ну, не только Да, в принципе Вот этих тактических Костюмов Тоже служат для того Чтобы Не задувало туда Ветром Вот это Пожалуй Единственная куртка Где я использую Карманы Значит, ребят Я так как снимаю Фильмы Да, там Рябчик Охота Вот в этом кармашке Я частенько Даже нет Я вот в этом Вот, да Вот в этом кармане Я ношу Аккумуляторы сменные Для камеры А вот здесь Вот у меня Ну, давайте сейчас И посмотрим Что тут Здесь Флешка какая-то У меня Вот она Флешка Маленький фонарик Кстати На всякий пожарный Ну, мало ли что Вот Тут еще, по-моему Где-то была Да, вот я ее Заклеил Батареечка Для коллиматора На всякий Случай И все это, ребят Защищено То есть Это защищено От влаги Это тот случай Когда в карманах Можно носить Даже мобильный телефон Здесь В этом у меня Традиционно Манки Нарябчика Причем Не вынимаются Даже весной Как-то раз Я вот На охоте На селезне С подсадной Ну, сижу Делать нечего Селезни нет Раз Манки нащупал Нарябчика Вот А там лес Как раз был Такой За водоемом Ну, и начал Манить Да, просто Охота закрыта Понятно Ну, просто Потренироваться И рябчики Отвечали мне То есть Вот здорово Да, ну Как бы еще Какие-то там Свои личные мелочи Сюда складываю Вот, кстати Шестигранник Если вдруг Что-то с коллиматором На ружье Снял И стреляю По прицельному По планке По прицельному Приспособлению Вот еще На рукавах Да, это что касается Вот этих Карманов И рукава Вот эти все Они как бы Написано Что армированы Они действительно Более как-то Плотнее Вот здесь Вот Ну, потому что Это постоянные изгибы И как бы Я так понимаю Что эти части Они наиболее Ну Подвержены износу Да, так скажем Поэтому они И более укреплены А вот с боков Вот если с карманами Тут все Как бы В порядке Они здесь нужны И каждый из них Я использую То вот эти вот Патчи Да, так назовем их Вот эти вот Это уже веяние НАТО Пошло Это вот Неоспоримая НАТОвская штука Это везде То есть Создавался костюм Изначально Может не как для охоты Какой-то тактический Там, да Костюм Поэтому сюда Они лепят Там Всякие Шевроны Там Вежливые люди Не знаю Ну, какие-то Шевроны Там Флаг страны И так далее Я бы Честно говоря Ребят Их отпорол бы Отсюда Но я побаиваюсь Вдруг там Нарушу Какое-то Свойство Материала В общем Пока я с ними Ничего не делаю Однако Не очень Это удачная штука Особенно Если вы где-то Лазаете Там по кустам Это все Дело сюда Пристает Я постоянно Отсюда Какой-то Репейник Там Какой-то Труд Отсюда Выскребаю Постоянно Ну, ничего не поделать Вот такое Веяние У нас Видите Вот здесь Вот Прямо Под мышками Вот такая Вот молния Это слева И вот здесь Справа Это Называется Так называемой Вентиляция Естественная Вентиляция Ну, опять же Для ходовой Охоты Потеете Да, где-то Ну, идешь Действительно Потеешь Открыл Идешь У тебя Продувается Все Ну, насколько Нужно Настолько и открыли Он Как бы Дышит Он Продувается Лучше Выводит Пар Ваш пот Поэтому А когда Засели Там На рябчик Под деревом Долго сидите Застегнули И тепло Никуда не выходит Верхняя часть Костюма Вот заметьте Кстати, да Молния Она как сюда Заходит Раз Вот здесь Вот такой Тоже Флисик Ну, как бы Такой, да Кармашек И вот С этой стороны Он тоже Мягонький То есть Вот Не триот Молния Подбородок Вот Молодцы Продумали Ну, соответственно Да, здесь Как бы Это все Так вот Растегивается Вот здесь Такой шнур Кстати Который проходит По всей Длине Куртки Служит Для Какой-то Подтяжки Регулировки Под Вас Под Там Внутреннюю Одежду Под Вашу Комплекцию И Соответственно Вот здесь Вот Затягивается Вот этими Как раз Сам Капюшончик Значит Про Капюшон Отдельно Сейчас я вам Расскажу Вот Потому что В этой Куртке Я посмотрел Этот капюшон Он отличный Вот посмотрите Как он Сзади Выглядит Он Компактный Ребят Он не мешает Нигде Ничего Никогда Вот он Не зацепляется Где-то За ветки Не задевает Когда его Одеваешь Вот он Имеет Традиционный Ну и на горках Такой есть Вот этот Козырек Защищающий От дождя Там Да От какого-то Чтобы ничего На глаза У вас Не падало Так он Выглядит В застегнутом Виде И вот Смотрите Даже если Вы в принципе Его затянете Я Вот здесь Вот все-таки Да Горло у вас Открыто Остается Я его Как только Не затягивал Все равно Вот эта проблема Есть То есть Ветер сюда Надувает По дизайну Сам капюшон Хороший А вот По его Функционалу Не очень Поэтому Я вот всегда Ну это я Сейчас Такой свитер А так У меня есть Зимний Прям такой С высоким Воротом Хороший Такой Свитер Шерстяной Вот так Одеваю И Либо Если там Нет Такого Да То шарфик Обязательно Потому что Вот в шею В горло Это все Дело Поддувает Там Вот этот момент Учесть Нужно Значит Что касается Еще капюшона Сейчас я Вот сниму Куртку Его 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 можно Еще И сложить И да Он Кстати Идет Сзади Сейчас Детальный Покажу Цельный То есть Он Вшит Нигде Ничего Там Не Отстегивается Значит Вот допустим Не нужен Он вам Тут С обратной Стороны Есть Вот такой Вот Как бы Кармашек На Липучках То есть Подразумевается Что вы Аккуратненько Сюда Капюшончик Вот так Вот Завернули И вот Здесь Возвратные Ну так Скажем Липучки На которые Как раз И вот Так Вот его Тут Закрыли Я В принципе Так Не делаю Но это Я неаккуратно Сделал Он Получается Таким Как бы Воротником Хорошим Вот Как раз Этот Супер Тонкий Мягонький Флисик Верх Ну там Внутренний Слой Это мы Не посмотрим С вами А верхний Слой Вот он Такой Он Такой Знаете Действительно Почему и говорят Акулья кожа Он Чем-то Похож На кожу Такую Мягкую При этом Кстати Костюм Этот Вот этот Материал Он вообще Не мнется То есть Я вот Сколько Его там Где-то Возишь Может быть В рюкзаке При Приезде Там На охоту Потом Его достаешь Он моментально Как бы Расправляется Такой Сам по себе Мягкий По размеру Сразу вам Скажу Вот здесь Написано Что у нас Написано 2XL 2XL Вот У меня Размер Он Наш Русский Традиционный Размер 52-54 Что соответствует Размеру XL В европейском Так вот Значит С чем я Столкнулся В этом Костюме Я куртку Взял Как бы XL Под себя И штанцы И соответственно Как бы Начал Примерять В принципе Куртка Нормальна Но Если допустим Пододевать Еще там Термуху А потом Еще и свитер На него На термуху И уже Потом Куртку То вот Ребят Начинается Как бы Сдавливать Да Вот Такое Ощущение Какой-то Тесноты Вот Я этого Терпеть Не могу Поэтому Значит Пришлось Взять на Размер Больше Это уже 2XL Как вы Видели Вот И со штанами Сейчас мы Вроде По куртке Я как бы Вам Все рассказал Сейчас мы Перейдем К штанам И вы Увидите Вот Что штаны Там Немножко Шароваристые Переходим К штанам Вот Друзья По штанам Вот Как вы Видите Они Немножечко Все-таки Такие Шароваристые У меня Получились Потому 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 Все-таки 2X Но Тогда Если Брать XL Вот Я Говорил Вам Куртка Уже Как бы Меня Будет Стеснять Вот Так Они Намудрили С размерами Поэтому Как бы Ну Не Беда Я В принципе Брал Еще Я Говорю Для Скажем Там Тропления Зайца Зимой Поэтому Туда Я Под штаны Пододеваю Кальсоны От Термухи Так Что Как бы Они Мне Движение У нас Тут Мужиков Не Жмет Колени Тут Нигде Ничего Не Тянет То есть Вот Они Такие Свободные У меня Получились А По Ростовке Ну Пришлось Подшивать Там Это Все Дело Подшивается Мне Аккуратненько В ателье Сделали И Нет Вопросов Ремень Здесь В данном Случа Я Использую Не Портупею А Вот Такой Затягивающийся Ремень Тоже Рекомендую Такой Взять Ну Потому Что Удобно Под Вашу Талию Там Под Пузо Отрегулировать Здесь Значит Вот Не Пуговицы Как на Горках А уже Молния Вот Этот Гюльфик И Это Ребят Все Таки Я Хоть и Военный Человек Привык К этим Пуговицам Но Ребят Вот Здесь Удобнее Я вам Честно Скажу На Молнии Расстегнул Ну То есть Это Как бы Меньшить Всяких Телодвижений С этими Пуговицами Карманы Тоже Опять же На Молнии Все Просто Ничего Тут Не ношу Кроме Запасных Спичек Каких-то Вот Спички Я сюда Кладу И Когда Там Едешь Какие-то Деньги Ну Там Шоколадку По дороге Купить Не знаю Такие Карманные Маленькие Вот Здесь Вот Эти Вот Кстати Это и есть Клапанные Карманы Они Очень Надежные То есть Они Сверху Вот Так Вот Закрывается И Защищены Вот Сюда Кстати От Дождя Хорошо Защищает Вот Сюда Кстати Можно Что-то Такое Что Не Должно На Не 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 Нужны Потому Что Если Вы Сюда Что-то Напихаете Вот Вы Когда Садитесь Все Это Дело Вам Будет На Попов Как Бы Давить А Это Зачем Это Нам Не Нужно Ничего Поэтому Вот И Нет Этих Карманов Как Б Внутренняя Сторона Это Тот Ж Флисик Идет Вот Он К Ноге Прилегает Очень Мягонько Прямо Тепло Хорошо По штанам Я так думаю Наверное Все Что еще Тут Рассказывать То есть Ничего Такого Тут Лишнего И В то же Время Они Как Бы Хороши Карманы Функциональные Все Есть Собственно Друзья Про Этот Костюм Про Его Какой Функционал Я Наверное Пожалуй Вам Все Рассказал Ну Добавить Да Еще Вы Могли Заметить Что Все В принципе Молнии Содержат Вот Такие Завязочки Что Очень Удобно Не За Саму А Вот За Них В принципе Дергать Хотя В принципе По лесу Бывает Да Что Они Цепляются Но Их Всегда Можно Отсюда Отвязать Останется Одни Вот Эти Вот Собачки Так Называем Вот Теперь Мы Переходим К Самому Интересному Моему Любимому Это Расцветка Данного Костюма Ребят Вот Она Называется Именно Атак ФГ Потому Что Есть Еще Такая Расцветка Но Она Как То Я Не Помню Атак ФК Что Ли Называется В общем Она Выглядит Как Туман Она И Называется Туман По Нашему Вот Этот Туман В принципе Да Он Тоже Преобладает Где То Там На Тор В Карьерах В Таких Камышов Он Такой Более Коричневый С Такими Белыми Вот Тоже Какими-то Принтами Вот Я Почему Такой Не Стал Брать Потому Что Все Таки Я Хожу В лес На Боровую И Вот Я Считаю Такая Расцветка Она Более Отвечает Как Б Маскировки В лесу В том Числе Ну Посмотрите Туман Тоже В принципе Достойный И Да Вот Еще Вы Скажете Ну А как Мультикам Мультикам Тоже Хорош Ребят Но Все Таки Подходит Она Лучше Тебя Скрывает Мультикам Он Как То Более Ярче Там Есть Такие Яркие Довольно Таки Пятна Которые В принципе Как бы Они Заметны Ну Что Там Скрывать Вот Этот Костюм Я считаю Лучше Маскирует Но Здесь Есть Одна Такая Фишка Вот Именно В О Летнем Костюме Горка Российского Производства Вот Там Классическая Атакса ФГ Вот Это Не Классическая Видать Китайцы Не Попали Немножко Как Б Вот В Тон И В По Традиции Еще Сделаем Тест Маскировки На Местности Я Буду Прятаться А Вы Угадывать Где Я Нахожусь Как Обычно Так Вот Немножко Еще Слов Это Что Касается Данной Расцветки Потому Это Немаловажно Все Таки Там Где То Засидка На Утке Или Ты Сидишь Там Под Деревом Караули Шряпчика Это Важно Чтобы Дич Тебя Не Срисовывала Да Значит Насчет Вот Я Забыл Вначале Сказать Насчет Производителя Этого Костюма И Где Купить Ой Ребят Вот С покупкой Его Я думаю Что У нас Сейчас В России Могут Быть Сложности Я Видел Его Где То На Украинских Там Магазинах Не Знаю Как Там Сейчас Доставкой Пути Вот Эти У Нас Торговые Вот Но В В принципе Поищите Где Это Может Быть И В России Они Есть Где Это Можно Заказать Но Будьте Внимательны Вот С Размерами Поэтому Лучше Все Так Где То Найти Магазин Куда Вы Сможете Подъехать И Примерить Разные Размеры Иначе Как Будет Обидно Вам Придет А у Вас Там Висит Что Или Наоборот Вам Неудобно Стягивает Лучше Пробовать Я В Каком То Магазине Типа Военторг Я Уже Сейчас Не Помню Замкадов Где То Они Были Прям Пачками Там Лежали Китайские Это Костюм Китайский Да Это Костюм Китайский Но Это Неплохой Китай Ребят Это Как Б Фабрика То Сделают Они Под Заказ Для Там Европейского Рынка Поэтому Как Б Следят За Качеством Я Б Не Сказал Что Вот Прямо Таки Очень Хорошая Тут Прострочка Вот Ну Есть Огрехи И Вылезают Периодически Ниточки В местах Где Там Но Она Достойная Ребят В принципе Она Достойная Это Вот Неплохой Китай Поэтому Как Б Да На Али Где То Там Вы Такой Костюм Точно Найдете Это Я Вам Точно Гарантирую Напишите Soft Shell Atax FG И Такой Костюм Найдете И Можете Его Купить И В принципе Небольшие Деньги Но Размеры Вот Как С Этим Быть Вот Это Вот Уже Как Да На Ваше Усмотрение Как Говорится Тогда Они Еще Я Покупал Они Были Я Надеюсь Что Вы Найдете Такой Костюм Он Вам Будет Служить Верой Правды Ну А Сейчас Друзья Традиционно Предлагаю Вам Испытать Этот Костюм Как Он Маскирует Вот Охотника У нас На Местности Вперед Костюм 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 Вот Друзья Это Пожалуй Все Что Я Хотел Рассказать Вам О Этом Моем Костюме Акулья Кожа Мне Остается Пожелать Вам Большущей Удачи Удачного Вам Ношения Данного Костюма Чтобы Он Вас Согревал Не Давал Вам Промохнуть Ни Пуха Вам Ни Пера На Охотах Ну А Я Пойду Попробую Попытать Свою Удачу В охоте Нарябчика Всем Пока Друзья До Новых Встреч Нарябчика 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 Нарябчика